Добрый день, уважаемые жители Гагаузии. Сегодняшний наш брифинг связан с ситуацией регистрации одного из претендентов, кандидата Башкана Гагаузии, нашего коллеги, депутата Народного собрания Чемпоэш Сергея Константиновича. На сегодняшнем брифинге принимает участие наш коллега, депутат Народного собрания, заместитель председателя Народного собрания Тарнавский Александр Горьевич и депутат Народного собрания, председатель бюджетной комиссии Иванчук Николай Иванович. Все вы помните, что несколько месяцев тому назад Народное собрание приняло решение о проведении 30 апреля очередных выборов Башкана Гагаузии. К настоящему времени буквально 30 дней осталось, когда последний день, когда могут зарегистрировать, и, соответственно, Центральная избирательная комиссия может принять решение о регистрации претендентов на эту должность. Одним из таковых является и наш коллега, депутат Чемпоэш. К сожалению, складывающаяся ситуация вокруг вопроса, связанного с его регистрацией, вызывает особую освобоченность у наших коллег и у общества. Она носит абсолютно недемократичный, непрозрачный характер, что заставляет нас прийти к однозначному выводу, что решение ЦИКа об отказе в регистрации Чемпоэш носит политически мотивированный характер и связано с желанием центральных и местных властей не допустить данного кандидата для участия в выборах. К сожалению, даже решение апелляционной палаты, которое буквально вчера, 30-го числа, было провозглашено, о признании незаконным и отмене предыдущего решения ЦИК Грузии об отказе в регистрации Чемпоэш Сергея осталось невыполненным. Мы это расцениваем, как я уже сказал, политический заказ, как желание определенных сил привнести свои коррективы. Сегодняшний наш брифинг направлен не на защиту интересов лично нашего коллеги, депутата Чемпоэш, ни в коем мере. Он направлен, прежде всего, на защиту интересов наших жителей, чтобы каждый имел возможность и право выбирать того из кандидатов, который, на его взгляд, достоин быть башканом. Конечно, достойны, наверное, по-своему все претенденты, но очевидно и другое, что у населения остается возможность выбирать не просто достойно, но и того, кто способен выполнять те задачи, которые должны стоять перед башканом, способен объединить наш народ, способен выполнять те основные задачи и проблемы разрешать, которыми сталкивается наше население в экономической и социальной сфере, чтобы каждый гражданин, каждый житель нашей автономии был востребован, чтобы он чувствовал себя в безопасности и комфортно. И последнее, прежде чем я предоставлю слово нашим коллегам, хотел бы обратить внимание на тот факт, что, к сожалению, как никогда в последнее время очень много оскорблений, грязи со стороны претендентов друг на друга льется. Особенно это происходит через Facebook, обезличенное, используя какие-то псевдоники и так далее. Уважаемые претенденты, уважаемые сторонники тех или иных претендентов башкана Гагаузии, хотел бы призвать вас, прежде всего, к порядочности. Не оскверняйте своим поведением, своими высказываниями, оскорблениями вот то пространство, вокруг которого сейчас происходят события, связанные с выборами. Такое впечатление, что для вас не наступит завтра, и не надо будет смотреть друг в друга в глаза, работать дальше и созидать. В этой связи хотел бы призвать прекратить подобного рода вещи делать, сконцентрироваться на том, чтобы продемонстрировать позитивные качества, если таковые имеются у ваших претендентов, кандидатов. С вашего позволения я предоставлю слово своему коллеге Александру Городичу Тарнадскому, который выскажет свое мнение по этому поводу. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые жители Гагузии. Во-первых, хочу поблагодарить информационный портал Ахмеда за возможность выступить и высказаться. Хочу сказать вначале, что это мое личное мнение, которое я хочу сегодня отнести. Меня не делегировало народное собрание для его высказывания. Но тем не менее, я хочу сказать, что та ситуация, которая складывается с регистрацией кандидатом на пост главы Гагузии чемпионата Сергея Константиновича, вынудила меня быть неравнодушным к этой ситуации. Мы все разные депутаты народного собрания. У нас сегодня 33 депутата, которые представляют свои избирательные округа. У нас свои политические пристрастия, свои мнения, свои взгляды. Но тем не менее, я всегда считал и считаю, что народное собрание Гагузии – это единый организм, это единый коллектив представительной власти Гагузии. Каждая из нас – это частица общего представления гагузского народа в законодательном органе гагузской автономии. Поэтому, когда с каким-то из наших коллег что-то происходит, очень важно быть неравнодушными. Очень важно проявить солидарность. Очень важно высказать свое мнение. В конце концов, Сергей Константинович Мпоеш – депутат с многолетним стажем, с многолетним опытом, он сопредседатель, напомню, рабочей группы парламента и Народного собрания Гагузии. Он руководитель одной из крупнейших фракций для депутатского объединения «Голос Гагузии» в Народном собрании. Поэтому вот это наше безмолвие депутатское, оно неправильное по настоящей ситуации. Я не юрист и не буду высказываться с правовой точки зрения. Но уверен, что если даже были какие-то дискуссии с правовой точки зрения, насколько легально, законно были собраны подписи в поддержку кандидата на пост Башкана Чемпе Сергея Константиновича, они канули в лету, потому что уже есть решение Ампуляционной палаты Республики Молдова, Ампуляционной палаты Камрад. Поэтому оно вступило в силу, и необходимо как можно скорее Центральной избирательной комиссии Гагузии высказаться по этому поводу, зарегистрировать его в качестве кандидата, для того, чтобы он вступил в избирательную кампанию. Мои слова сегодня, которые я произношу, это не политическая, не избирательная поддержка в адрес Чемпе Сергея Константиновича, а еще раз повторяюсь, это солидарность к человеку, к депутату, к кандидату на пост Башкана Гагузии и к своему коллеге. Значит, хочу сказать, что регистрация Сергея Константиновича, вы знаете, что у нас 8 кандидатов потенциальных на пост главы Гагузии, и вы знаете, насколько сложно просходит эта избирательная кампания, потому что глава Гагузии максимально усложнила ее, не подписав изменения в вложении Гагузии, и не понизив порог явки избирателей. Поэтому лишение каждого из кандидатов возможности баллотироваться, это потенциально минус определенное количество избирателей, что может еще больше усугубить ситуацию с явкой избирателей. Поэтому членам Центральной избирательной комиссии Гагузии я прошу не обижаться вот этим нашим сегодняшним выступлениям. С одной стороны, это мера вашей поддержки со стороны нас, как депутатов Народного Собрания, потому что мы хотим, чтобы Центральная избирательная комиссия как по духу закона, так и по сути была независимым политичным органом, на который не мог влиять никто, и они могли свободно осуществлять и профессионально свою деятельность. С другой стороны, это мера предостережения властям Гагузии, которые, возможно, имеют желание вмешиваться в избирательную кампанию и принимать, чтобы Центральная избирательная комиссия принимала те или иные решения. Я напомню, 2019 год выбора главы Гагузии, когда они вошли в историю, и была продлена деятельность избирательных комиссий после закрытия избирательных участков, что стало прецедентом в правовой истории, я думаю, что не только Гагузской автономии. И мы очень хотим, чтобы в этот раз, в 2023 году, выборы прошли максимально прозрачно, честно и справедливо. Вот этот лейтмотив моего выступления сегодня. Я очень хочу, чтобы выборы главы Гагузии и кто станет будущим руководителем Гагузии, решал избиратель, решал житель Гагузии. Они решали политики или служащие. Поэтому, пожалуйста, члены Центральной избирательной комиссии Гагузии, исполните решение судебной инстанции, максимально в короткие сроки. Соберитесь, примите соответствующее постановление и дайте возможность нашему коллегу, депутату Чемпионеру Сергею Константиновичу, принять участие в этой избирательной кампании. А пусть избиратель примет решение, кто из тех людей, которые приняли решение баллотироваться, достоин той миссии, как возглавить Гагузскую автономию, возглавить и стать лицом Гагузского народа в ближайшие 4 года. Спасибо за внимание. Николай Иванович, спасибо. Добрый день, уважаемые жители Гагузии. Я от себя лично и от жителей моего округа хочу сказать несколько слов о сложившейся ситуации, о складывающейся ситуации вокруг выборов Башкана 30 апреля. Как было уже сказано, у нас с каждыми выборами Башкана происходит все больше и больше политического беспредела и манипуляций. Все мы помним, напомню тоже, значит, 19-й год, когда продлевались избирательные, значит, работы избирательных участков, где на час, где на два, где на больше. И сейчас, получается, в этом году мы идем еще дальше. События вокруг работы ЦИК не могут оставлять равнодушными наших жителей и нас как депутатов. Понятно, что это не самодеятельность нашего Центра избиркома. Понятно, что на работу Центра избиркома влияет определенная сила. Только остается догадываться, это влияние Кишинева или все-таки местных, значит, властей. И мы призываем, я призываю, я хочу передать от жителей Читерлогии призыв к властям, значит, и нашему Центру избиркому работать в рамках закона, зарегистрировать кандидата Чимпоэш или кандидата в кандидаты сегодня получателя. Чимпоэш, он еще не получил статус кандидата. Кандидата выполнить решение операционной палаты и чтобы было меньше вопросительных знаков вокруг выборов Башкана. Та ситуация, еще раз повторяю, вокруг выборов Башкана, она нас очень сильно заботит. Мы видим деградацию, у нас деградация в нашей жизни, в деятельности и наших органов и вообще в развитии нашей автономии и политической, экономической ситуации усугубляется. И очень важно, кто сегодня придет возглавить наш регион, нашу автономию. И надо дать возможность всем кандидатам в нормальных условиях предложить свое видение, свою программу и дать возможность жителям автономии сделать свой выбор свободно и без давления. Я хочу призвать жителей Гагаузии, так же, как я призывал на выборах народного собрания, своих избирателей своего округа, особенно, наверное, сейчас в месяц, который перед выборами, в течение апреля месяца, наверняка, как водится, пойдут продуктовые пакеты или какие-то там другие вещи. Я призываю жителей Гагаузии, так же, как и раньше призывал, то, что вам дают, выберите, но голосуйте сердцем. Когда вы заходите в кабинку, никто не знает, как вы голосуете. От вашего выбора зависит судьба нашей автономии. Скатимся в небытие или укрепим наши устои. Не кажется ли вам, что вот эта дестабилизация работы ЦИК является попыткой срыва, в принципе, выборов? Конечно, один из элементов, который позволит в конечном итоге, если вот таковой тенденции будут находить свое продолжение, чтобы сорвать выборы. Мы это понимаем прекрасно. Дело в том, что, я говорил это вот в своем базовом выступлении, что у нас 8 потенциальных кандидатов, и каждый обладает своей электоральной базой, за каждым стоит свой избиратель. И вы знаете то, что не подписаны изменения выложения, и явка должна составить 50% плюс один голос, это очень высокий уровень явки. И если будут составлены списки необъективно, то нужно больше будет 50 тысяч избирателей, для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися. И учитывая, что исключение каждого из кандидатов еще больше минимизирует то количество избирателей, которые могут выйти к избирательным урнам, потому что люди будут разочарованы, часть электората посчитает, что дискредитировали их кандидата и не выйдет на выборы. Поэтому все это может в совокупности привести к тому, что выборы, которые и так под вопросом будут состоявшимися, призваны или нет, может ситуация еще усугубиться. И, конечно же, Сергей Константинович, который, скажем так, колючий, да, такой, образно говоря, для нынешнего главы Гагузи, для нынешней власти, который последовательно критиковал деятельность исполнительного комитета и главы Гагузи, наверное, это один из тех, самых неудобных будущих башканов Гагузи для нынешней власти автономной. Поэтому, возможно, эти все факторы сгруппированы. И совсем последнее, хотел бы призывать наших жителей к активности, чтобы все выходили на выборы. Да, кто-то из кандидатов более предпочтительен для кого-то, менее предпочтительен кто-то, но кроме нас никто не сможет выбрать нашу власть. Не сможем мы выбрать власть, то, уверяю вас, вместо нас выберут ее кто-то со стороны. В данном случае Кишиневск, Румыния, как вы хотите, вот оттуда и выберут. Поэтому наша судьба, судьба нашего народа в ваших руках.